Всех приветствую на своем канале. Поступил запрос на обзор всей моей коллекции и фрашей. Я решила, что будет неправильным, если я буду в какой-то другой кофточке. Эта кофточка пришла мне как-то в подарок от и фрашей. Конечно, возможно, ее нужно было бы погладить. Это лен. Ну и тут такой легкий рисунок белый. Он прямо пальнул. Голубой лен. Ну, конечно, он крашеный. Хотя цветы, наверное, действительно голубые. В общем, это кофточка и фрашевская. Туничка такая. Она вполне себе закрывает нижнее полушарие мозга и ну, вполне себе туничка. Будем так говорить. Пожалуй, я начну обзор. У меня на самом деле сейчас уже довольно маленькая коллекция и фрашей. Про парфюмерию я не буду говорить, потому что есть отдельное видео, где вся эта парфюмерия указана не только и фрашевская, но и фрашей там присутствует. Начну я, пожалуй, с блесков. В общем, вот такой прозрачный. Я его в этот раз как-то так овально пользую. Это бальзам, апельсин и миндаль. Это, по-моему, с этого года с лимитки новогодней. В общем, он бесцветный. Приятно, вкусно, чем-то сладеньким пахнет. И в отличие от геля для душа именно вот с таким ароматом он мне очень нравится. Ну, я не хочу сказать, что гели для душа и фрашей фигуры. Они мне очень нравятся, все эти гели для душа и фрашей. Бальзам сделан во Франции. Хорошо увлажняет губы и бесцветный. В общем, если вдруг будете брать, то я вам его советую. Он классный. Кажется, я его еще с Аленкой когда-то покупала. Может быть, под Новый год. Еще один подобный бальзам. Это прошлогодняя лимитка. А нет, не лимитка, но я не знаю, может, ее уже нету. Он у меня уже подстерся. Ему уже полтора года. Это тоже и фраши. Вишня или черешня. Так как стерта уже не очень понятно. Хотя он еще может пожить до сентября 2017 года. Я его усиленно пользую вместо помады. На выход. Ну, в основном на выход. Дома я его не пользую. И вот у меня уже совсем чуть-чуть осталось. Ну, наконец-то. Скоро-скоро закончится. Он легкий при нанесении. Я, в принципе, сейчас могу вам сделать сводч. Вот такого цвета. И на губах, кажется, он ощущается так по вкусу, будто это клюква. Такая клюква. И пахнет, мне кажется, он тоже такой клюковкой. А не вишенкой. Ну, этот прозрачный. Ну, могу, в принципе, попробовать тоже сделать сводч. Вдруг что-то там увидится. Хотя он действительно прозрачный. Там просто кожа блестит. Так. И еще у меня есть блеск. Тоже от Ифраше. Это прошлогодняя, позапрошлогодняя, возможно, уже коллекция. Да, это, наверное, прошлогодняя, новогодняя коллекция. Шоколад и малина. Раньше бальзамы для губ в Ифраше были вот такого типа. И они были выдвижные тоже. Ну, в принципе, эти тоже выдвижные. Но вот такие вот. И он, конечно, классный. Он увлажняет. Он тоже дает цвет. Но он слегка крепковат. Твердый такой, мне кажется. И немножко суховат при нанесении. Он, соответственно, у меня его очень... Ну, довольно много у меня его осталось. Я ему сейчас практически не пользуюсь. Хотела взять деревню. Потом подумала, нафига мне в деревне розовые губы. Он чуть побледнее, чем вот вишневый. Вот так. Но даже на руке чувствуется, что он тяжело наносится. Ну, приятно таким сладким. Чем-то таким пахнет. Не знаю насчет шоколада с малиной. Так, у меня осталось из коллекции... Ой, это лак упал. Две помадки. Вот такой серии у меня была красная. Два раза ее покупала. Увлажняющая, клевая красная помада была. А эта у меня коричневая. Вот. Сейчас, кстати, она на мне. Но поверх я нанесла подарочный блеск от Эйвен. Вот этот вот. Сейчас я попробую сделать сводч. Куда приделать-то? Такой вот шоколадный цвет. У меня периодически глинит, и я пользуюсь шоколадными такими оттенками. Шоколадными, темными, коричневыми. Ну, иногда рыжими. Вот такой, если будете брать, то я вам такую помадку советую. Ну, вообще, вот именно этой серии они хорошие, мягкие. Не сказать, что жирные, но и не сказать, что вот такие сухие или что-то в этом роде. Но они, в общем, увлажняют. И хороший такой цвет. Хорошо ложатся. Мне они очень нравятся. Так, и последняя помадка. Мне она, кажется, досталась тогда в подарок. Возможно, у нее срок годности уже того. Может быть, еще нет. И не уверена. Вот. Это Голосийская. Или Голосийская. В общем, да. Голиса роза. Я не помню, как точно называется. Я думаю, в комментариях меня поправят. Те, кто знают. Ну, или там покритикуют. Голосийская роза или что-то в этом роде. Она вот такая вот. Пахнет она такой конкретной помадой. Я не знаю, может, она всегда пахла конкретной помадой. А может быть, просто потому, что у нее уже срок годности подходит к концу. Я сейчас попробую сделать сводч. Лапа у меня слегка загорела. В принципе, такой, можно сказать, розовый цвет. Неплохая она. Да, лапа-то у меня, по ходу дела, конкретно загорела. У меня такой вот серии. Я не знаю, выпускать сейчас их хорошо или нет. Но такой серии у меня было еще несколько помад. Мне очень нравились. Довольно хорошие. Хорошо накладываются. Не помню, сколько держатся на губах, если честно. Так. У меня есть два лака. Один мне попался в подарок. Другой я купила. Кажется, этот я купил тогда, год назад. Там как раз была какая-то серия новинки лаков. Хочу сказать сразу, у меня все лаки держатся, какие бы суперстойкими они не были, максимум сутки. Поэтому на меня не ориентируйтесь. Если у вас, допустим, лак держится и франшевские два-три дня, то, значит, верьте себе не мне. У меня любой лак держится в сутки. В общем, я сейчас попробую сделать, нанести его. Стофудово, неровно. Ну, такой, ногтевой сводч. Такой. Наверное, это все-таки ближе к оранжевому. Красно-оранжевый цвет. Что у нас вообще тут написано? Да, это красное солнце. 56-й оттенок. Коллекция лето-цветочная лагуна. Как для ногтей 5 мл. А этот мне достался в подарок. Как раз-то можно было что-то, если купишь лак, то второй в подарок или что-то в этом роде. Но на выбор там было особо нечего выбрать. Тут в магазине. Но я смотрю, я его так... Вот этот-то... Да, вот этот где-то я, может... Ну, одну шестую-то точно использовала. А тут даже где-то одну четвертую. Это у нас из старой коллекции еще. Ну, тут после вскрытия живет 12 месяцев. Но я думаю, если с лаком ничего такого конкретного нету, то, ну, если он не застыл или еще что-то, вполне может жить дальше. Тут 5,5 мл. 5,5 мл. Это черешневый коктейль. Солнечные дни коллекция. Презерный оттенок. 13-й номер. Сейчас попробую тоже делать свучь. Давно я ногти вообще не красила. Вот такой вот он. Действительно такой... Черешка. Вообще, я в деревне побывала, и пришлось мне ноготки обстричь. Во-первых, я забыла свой любимый кальций, который у нас периодически есть. Во-вторых, что-то они у меня стали такие мягкие и обламывались. В общем, вот. Звоним по телефону, да? Так, это у нас лаки были. Вот тут я как раз сегодня разбиралась и нашла молочко, про которое я опять забыла. Это традиции хамам. Серия хамам. Вообще, серия хамам очень классная. Я все хочу попробовать у них мыло, но мне всегда жаба душит купить это мыло. Хотя оно там большой еще такой кусок. По-моему, 300 грамм, что ли. В общем, восточный питательный бальзам для тела с органей и эфирным маслом флиндоранжа. 75 мл. Очень классный. Такой жидкий по консистенции. Он мне пришел в подарок. Ну, я его сама такой выбирала в подарок. Так. Это у меня рука. Вот. Дает действительно вот такой аромат классический для этой серии. Может, это так органья пахнет, не знаю. В общем, он мне нравится. Если вдруг будете брать или будут выбрать, взять его в подарок, то я такой советую. Он классный. Так. Это крем для рук, который из последнего и фрашевского обзора, где я с Аленкой гуляла. В общем, очень хороший крем для рук. Правда, я им пользовалась пару раз пока. Растительный уход для красоты рук. Крем 2 в 1 для красоты рук и ногтей. 75 мл. У меня что-то подобное уже было. Маленькое, правда, тоже... Кто-то у нас... Забыла цветок-то. С сарникой. И, в принципе, что тот, что этот, этот просто для... Тот был просто для рук. В общем, они хорошие. Они хорошо увлажняют, действительно. И, в принципе, неплохой крем. Если он сделан во Франции, он сделан еще во Франции. То я вам советую такой приобрести. Так, это у меня гель. Чуть-чуть попользованный. Это Утро в саду. Гель для душа. Листья вербены. 200 мл. Это вот как раз туалетки маленькой, которая закончилась в пустых баночках. Хорошие гели вообще. Вообще гели и фрашевские хорошие для душа. Серии Утро в саду, они классные. Если, допустим, другая какая-нибудь туалетка из серии Утро в саду держится чуть дольше, чем вот этот злочастный листья вербены, допустим, та же роза, то он остается на коже аромат после принятия душа. Ну, не то чтобы долго, но приличное время. И, допустим, если дополнить потом это молочком для тела, то аромат, в принципе, продержится еще подольше. Вкупе. И вообще они хорошо пенятся. Правда, некоторые парфюмированные гели, они слегка подсушивают кожу. И сами по себе. Ну, допустим, он была такая еще давно, давно у Секрет Эссенс. Секрет Эссенс это Абсолют Росы, кажется, называлось так. И вот у меня тогда попался гель для душа. И он не очень так хорошо пенился. Его надо было много выдавливать, чтобы он попенился. Давал пену. И он слегка подсушивал кожу. А так, в основном, в целом, вот такие парфюмированные гели не классные. От туалеток обычно они вообще хорошие. Так, это у нас из новинок. Сделано, кстати, во Франции тоже. Смотрите, чтобы сделано было во Франции, потому что на остальное, мне кажется, оно или... Ну, может быть, конечно, оно по составу такое же и там все тому подобное точно так же. Но, мне кажется, все-таки, если сделано во Франции, бренд французский, то лучше брать Францию производство. Масло для душа, олива, пятигрен, 200 грамм, 200 миллилитров точнее. Ну, в принципе, оно... Вот сравнить даже, да? Вполне себе такое гелевое. Не знаю насчет там масла, но... Мне кажется, это просто как гель для душа. Он хорошо пенился, он мне очень понравился. Если я его... Если буду что-то заказывать во Франше, то я, наверное, такой себе закажу. Так, этих у меня два. Один чуть-чуть попользованный, другой еще нет. Вот когда я с Аленкой встречалась, я хотела очень купить такой, потому что он вообще должен... Сейчас идет по скидке в магазине в интернете. С по 149 он, может быть, конечно, уже и раскупился. Это у нас лимитированная коллекция карамельное яблоко. Гель для душ, карамельное яблоко, 400 миллилитров. Сделано во Франции. Оба геля. И как пена для ванн, и как гель для душа очень хорошо. И пена дает хорошую, и пенится хорошо, как в плане гель для душа. Хороший очень гель, вкусный такой аромат. Такой на дюшесик похоже. У них уже было что-то подобное. Карамельное яблоко, но, по-моему, тогда оно было гелеобразной формы. Точнее, кремовое. Это просто гелевое. В общем, классное. Так, еще у меня из лимитки новогодний. Пряная цукрата, лимитированная коллекция новогодняя. Гель гамаж для душа, апельсин и корица. 250 миллилитров. Были еще такие же по 200 в тюбичках. В общем, ну, похожие тюбички, как, допустим, в Эйвене такие. Из серии Сенсус. Ну, там, цитрусовый, говорят, какой-то. В общем, вот такое вот счастье. Я его чуть-чуть уже попробовала. Он хорошо скрабирует. Ну, я люблю такие гамажики. Те, кто любит пожестче, то может просто взять какой-нибудь гамаж из плезернатуры, если еще осталось в российском производстве. Точнее, в российском представительстве французского производства. Хороший, в общем, такой. Единственное, что, допустим, здесь неудобно будет брать, да? Посвещать тюбик, а тут большая ткадочка и довольно много выльется. Так, что у нас тут дальше? Дальше у нас та самая новинка, которая сделана почему-то в России, а не во Франции. Хоть и написано, что под контролем, но на самом деле хороший гель, хорошо пенится. Я думаю, что пену тоже будут давать в ванной хорошую, но как гель для душа вообще шикарный. Очень вкусный такой аромат. Конечно, это не та самая олива. Но он такой нейтральный запах унисекс. Похож на зеленый чай, похож немножко на вербену. В общем, хороший такой гель. Я думаю, потом я, может быть, разворюсь и закуплю себе этих всех новинок. Но пока у меня геля, в принципе, предостаточно. Так, это тоже из новогодней коллекции. Элементированная коллекция пряной цукаты, молочко для тела, апельсин и миндаль. Это 200 мл. Я его еще не открывала, но вообще хочу сказать, что молочки вот эти ароматизированные, они, в принципе, неплохие. Они хорошие, даже хорошо увлажняют. У меня буквально недавно закончилось вишневое такое молочко от цвета сакуры. Или цветок вишни, я уж не помню, из утра в саду, потом в пустых банках будут. Они хорошие, у них вообще хорошее молочко. И ароматизированное, парфюмерное, и просто какие-нибудь там молочко затилает. Там новинка какая-то вышла, у меня как-то был пробник вот с последнего моего интернет-заказа. Сейчас он, кстати, в магазине уже продается, правда, не помню цену в тюбичке. Но очень классная такая увлажнялка. Хорошие молочки. Если вы пользуетесь молочком для тела, то... Ну, оно действительно по консистенции как молочко. Я сейчас даже сделаю, в принципе, может, этот сводчик. Вот он у меня плюнулся. В принципе, оно довольно быстро впитывается. Но аромат мне не нравится. Хотя он вот из той же серии. На губах он больше смотрится. Лучше, мне кажется. Так, это то, что мне пришло... Выдалось в подарок на женский аккаунт. С последнего как раз обзора. Ну, в смысле, последнего обзора, где вот именно и хорошее был. Пена для бредя 200 мл. Но мы с Аленкой решили, что хоть она для мужчины, женщины хотя бы подмышки бреются, можно побрить подмышки. Я, правда, еще не пробовала. И последние две части. Это у меня от эликсира. Последнего. Я не помню, как он назывался, этот эликсир. Ну, тут, который вот именно вот такого цвета. Это сделано во Франции. Это был у меня маленький... Не то, чтобы маленький наборчик. Там дуки были 30 мл. И вот эти вот... Сколько тут у нас? По 50 мл. Тут молочко для тела и гель для душа. Ну, вот именно такие они... Возможно, слегка фигово пенятся. И, возможно, слегка сушат кожу. Ну, видать, к этому как раз дополнение молочко будет. Ничего плохого или хорошего сказать не могу, потому что еще не открывала. Но вот именно Secrets de Sands, они... Парфюмированные гели слегка отличаются. В общем, вот такой у меня обзор. Я надеюсь, что он был полезен. И мое мнение тоже... А, да, я хочу сейчас сказать. Раньше, до того, как я стала делать эти детики самопальные для себя, я пользовалась дезодорантами и фраше шариковыми. Они мне очень нравятся. И если вы решите вдруг себе взять попробовать, то я вам советую. Даже неплохие те, которые уже делаются в России, учитывая, что шариковые все дезодоранты уже где-то года полтора делаются в России. Мне, в принципе, неплохие. Но если вот будет возможность побывать вне России или увидеть производство не России, а именно Франции, то берите, не сомневайтесь, они очень классные. Ну и фраше также дарит подарки всякие классные. Типа там вот купальников. У меня было два купальника разных видов. С 2011-2012 года потом всякие там контейнеры, сумки, прочее. В сумке сейчас, мне кажется, качество стало фиговое. Но то, что, допустим, 5-6 лет назад я получала в подарок, они до сих пор у меня живы. Особенно эти походные сумки туристические. Они очень хорошо сшиты, крепко. Ничего не рвется нигде. Ну, в общем, наверное, и все. В общем, если вы досмотрели до конца, это вам было полезно, интересно и так далее, то я очень рада. Пишите комменты, ставьте лайки. И да, еще мне там задавали вопрос по поводу, буду ли я что-нибудь делать, если у меня вдруг наглянет тысяча подписчиков. Если вдруг такое случится, я, честно сказать, не знаю, никогда не делала конкурсы, не знаю, о чем там, что нужно проводить, что там нужно вообще делать в этом конкурсе. Если у вас есть какие-то идеи, можете подкинуть в комментарии. Но как вариант там было отвечать на вопросы. В общем, пока я придерживаюсь варианта отвечать на вопросы. Так что, если вам что-то вдруг интересно или хочется узнать, можете оставлять мне вопросы. Я их соберу потом на бумажку и зачитаю потом в видео. Ну и на этом все. Пока.